Урок 18. Задача первая. В равнобедренном треугольнике основание в 4 раза меньше боковой стороны. Периметр 63 см. Найдите основание. Давайте длину основания обозначим за х см. Тогда боковая сторона в 4 раза больше. В равнобедренном треугольнике боковые стороны равны. Можно составить уравнение. 4х плюс 4х плюс х равняется 63. 63 это периметр. Сумма длин трех сторон треугольника. Решая уравнение, находим х. Х равен 7. Значит, основание треугольника имеет длину 7 см. Задача вторая. Периметр равнобедренного треугольника CDE с основанием CE 34 см. Периметр равностороннего треугольника DEF 39 см. Надо найти CE. Так как треугольник CDE равнобедренный с основанием CE, значит, боковые стороны равны. Треугольник DEF равносторонний. В равностороннем треугольнике все стороны имеют одну и ту же длину. Значит, длина каждой стороны, это 39, надо разделить на 3. 13 см. Значит, DE 13 см и CD тоже 13 см. А теперь давайте рассмотрим треугольник CDE и найдем длину основания. Известно, что периметр этого треугольника 34 см. Значит, если есть 34, вычесть 2 раза по 13, получится 8. Значит, длина основания CE 8 см. Задача третья. В равновидренном треугольнике ABC с основанием BC проведена медиана AN. Надо найти длину медианы AN, если известно, что периметр треугольника ABC 40 см, а периметр треугольника ABN 24 см. Давайте обозначим за х длину боковой стороны равновидренного треугольника. А основание имеет длину у плюс у. медиана AN делит основание BC на два равных отрезка CN и BN. Длина каждого из них – у. А медиану, длину медианы обозначим за z. Так как известно, что периметр треугольника ABC 40, а это 2х плюс 2у, 40. Можно разделить обе части равенства на 2, и получится х плюс у – это 20. Известно, что периметр треугольника ABN 24 см, а это х плюс у плюс z – 24 см. Так как х плюс у – это 20, значит, можно найти z – 4 см. Длина медианы AN – 4 см. Задача четвертая. Медиана AN треугольника ABC равна отрезку BN. Верно ли утверждение? Один из углов треугольника ABC равен разности двух других углов. Давайте отметим равные отрезки. Так как AN медиана, значит, CN и BN – это равные отрезки. Кроме того, BN и AN имеют одну и ту же длину. Значит, тоже это равные отрезки. Давайте обозначим градусную меру угла ABN за х. Треугольник ABN равнобедренный, значит, углы при основании равны. Вот этот угол тоже х. Так как сумма углов треугольника 180, угол ANB – 180 градусов минус 2х. А угол смежный с ним 180 минус 180 и плюс 2х. Значит, вот здесь будет 2х. Давайте обозначим за углы при основании равнобедренного треугольника ANC, которые тоже равны. Что получится? Что 2х плюс 2у – это 180 градусов. Значит, х плюс у – 90. То есть вот этот угол 90 градусов. Если рассматривать треугольник ABC, то угол А в этом треугольнике прямой 90 градусов. Угол В – х, а третий угол равен разности двух других углов. Значит, это утверждение верно. Задача пятая. В равнобедренном треугольнике один из углов на 60 градусов меньше другого. Найдите углы треугольника. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Надо рассмотреть два случая. Вот когда, допустим, углы при основании меньше, чем тот угол, который лежит против основания. Значит, это здесь будет х плюс 60 градусов. Сумма углов треугольника – 180 градусов. Вот в таком случае углы треугольника 40, 40 и 100 градусов. Но возможен и другой вариант. Когда угол, который лежит против основания, меньше на 60 градусов, чем углы при основании. Значит, будет в этом треугольнике два угла х плюс 60 градусов и один угол х градусов. Сумма углов треугольника – 180 градусов. И в таком случае углы треугольника 80, 80 и 20 градусов. Итак, ответ в этой задаче, возможно, два случая. Либо углы треугольника 40, 40 и 100 градусов. И возможен другой вариант – 80, 80 и 20 градусов.